Я Куоро, и у меня есть мечта до нового года набрать 10к, поэтому быстро ты жми на подписку и не забудь выпить чаю с риской. Добро пожаловать! Данный видеоролик является сборником моих теорий, разборов и обзоров, касающихся первой арки Резера. В себя он включает нужную информацию при знакомстве с первым томом Ранабе, или же с начальными тремя сериями первого сезона аниме. Конкретно сюда вошло 4 видео, про хронологию Пака, Эльзу и Рейнхарда. Материал был переработан, немного обрезан, видеоряд частично изменён. Короче говоря, представляю вам режиссёрскую версию контента Куоры по первой арке. Приятного просмотра! Первым, кто объединил существ, был некий человек с фамилией Валакия. Естественно, самое первое государство было названо в его честь, Империей Валакии. Поскольку оно было создано очень давно, в нём ценились уставы прошлого. Главный устав был в том, что правит тот, кто силён. Это единственная страна в нуле, в которой кровавое соперничество за трон активно поощряется. В свою очередь императоры, ну или редко когда императрица, обязаны оставить несколько наследников. Ведь по обычаю сильнейший станет будущим правителем, а остальные должны погибнуть, из-за того, что слишком слабы. Король обязан сделать гарем, хочет он этого или нет, чтобы его род продолжился. Как вам такое? В этой стране так почитается сила, что всем абсолютно было плевать из какой-то расы, или добрый ты, или плохой. Единственный минус, обычно никто в этой стране не доживает до старости. Только мастера, которые способны сражаться вплоть до преклонного возраста, например, Вильгельм Ван Астрея. Здесь он представлен в качестве примера, и никакого отношения к стране он вообще не имеет. В общем, подобные старики способны встретить старость. Но опять же, неспокойно. Потому что каждый будет пытаться отобрать твое богатство, причем силой. Здесь нет никакой знати. Ведь люди слишком часто меняются, и те, кто имеет большое влияние и власть, помимо императора, являются божественные генералы. Те, кто читали Ивки, наверняка знакомы с Сесилиусом Сегмутом. Название Ивки я сейчас не вспомню, потому что не знаю, как ее интерпретировали на английском. Очень крутой тип. Который будет раскрыт в арке Праала. Он не уступает по силе, наверное, Юлиусу, Юклиусу, и немного слабее Рейнхарда. Здесь очень ценятся зверолюди, которые довольно сильны с рождения, но к магам нередко относятся с презрением. Если он слаб физически. То есть, какие-нибудь волшебные мечники, опять же, как Юлиус и Юклиус, очень даже ценятся. Но обычные маги здесь презираются. Это и стало причиной, почему эльфы ушли из влаки навсегда. Их там просто ненавидели. Все военные трофеи, включая гладиаторов, являются гордостью этой страны. Так, захватив ремесленников из Лугуники, им дали полную свободу внутри, но не разрешают, например, выйти из страны. Напомню, что страна существует только из-за своего идеального местоположения в теплом климате. И опять же, с идеальной плодородной землей. На момент, когда не было других стран, она просто существовала, скажем, как племенное государство. Был дефицит товаров, одежды, и денег у них тоже не было. Сколько я знаю, деньги ввели все-таки Лугуницы, а не Валакийцы. Лугуника появилась из-за объединения недовольных политикой империи Валакия. Сначала это выглядело как просто лагерь из магов, мудрецов и ремесленников. Постепенно стали появляться города, и так как все не хотели быть под надзором Валакийцев, было принято создать собственную империю. Главой был выбран общим голосованием Фарсель Лугуника, который по способностям очень, вот прям нереально напоминает Отто. Ведь он может общаться с животными. А по навыкам он был экономистом. Чтобы волакийцы не трогали его новую страну, он решил пойти на риск и сконтактировать с драконом. Никто на это раньше не решался, да, не его вообще. Вроде бы главным условием, почему Валканика согласится на защиту Лугуники, была полная свобода его действий. И по факту в каждом решении Фарселя была крупица Валканики. С тех самых пор на карте появилось еще одно государство под названием Драконье Королевство Лугуника. Если в Валакии политика была направлена на военное ремесло, хотя там все сферы к этому склонялись, то вот Лугуника ближе подходит под дипломатическое или скорее экономическое государство. Где больше ценились индивидуальные навыки каждого, а не какой-то определенный аспект. Например, в Лугунике запрещено рабство, но есть трущобы, которые показывают, что все не так идеально. Валаки и законы основывались на уважении к предкам и не менялись уже несколько веков, и до сих пор они устанно не меняются по факту. В Лугунике же есть некий парламент, или же совет мудрецов, который работает над законами и изредка корректирует рыночные цены. Сам же король является лицом королевства и чаще занимается внутренней и внешней политикой, но только в плане боевых действий, например, в проектировании городов, или изменением чиновников. Стоит сказать, что Лугунике крайне не повезло с местоположением. Да, такие же плодородные земли и прекрасный климат дали свои плюсы, как волокийцам, и вообще они находятся на одном континенте. Например, на данный момент Драконье Королевство является самым многоселенным в мире. Однако, из-за обильной свободы стали появляться, например, культисты, с которыми никто не в силах бороться. Нет, само собой, поодиночке их разгромить можно, но их было настолько много, и еще было непонятно, откуда они брались, и из-за этого они становились серьезными противниками. Также Валакия оказалась очень агрессивным соседом, который давно точит зубы на Лугунику. Если точнее на ее золото, ведь экономика в ней развелась в разы лучше. Но пока защищают Валкань и Калугунику, волокийцы в атаку не полезут. Весьма интересным местом является объединение городов-государств в республику Карараги. Сами из себя они ничего интересного не представляют. У каждого города есть мэр, иногда устраиваются собрания мэров, где обсуждают насущные проблемы, а в углове всех мэров стоит генеральный консул. По факту, все его обязанности это просто следить за чистотой правления, вмешиваться он в их дела особо не может, но разрешено частичное рабство, и правители следят за... основной экономикой. То есть, в целом, им абсолютно плевать на качество жизни в своих городах. Они не особо развивают инфраструктуру, но в то же время следят за экономикой. Анастасия Хосин, одна из кандидаток в Лугунике, имеет большую торговую компанию, которую основала в Карараге до того, как стала кандидатом. Через неё она способна влиять на города-государства вплоть до политики, так как вся экономика держится по факту за ней. Хотел бы я сказать, что это всё, правда, обсуждать о нынешней ситуации Карараги больше нечего. Но вот её история очень даже интересная. Объединение основал человек по имени Хосин из Пустоши, сам Хосин. Тоже был попаданцем, прям как Субару и Альдебаран. Он смог уковарить жителей строить деревянные дома в японском стиле эпохи Средневековья. Там принято носить юкаты и катаны, а также распространена японская еда. Если вы читали и в Кунацуки Рэм, она была в манге и в веб-новелле, то они поселились именно в Карараге. Это государство, как младший брат Лугуники, и он очень часто помогает с ней в торговле. И вообще Лугуника, можно сказать, больше всего торгует именно с Карараги. Ну и последнее, довольно интересное королевство, это Густека. Оно считается самым загадочным и нераскрытым в плане своей политики, и долгое время не контактировал с другими странами. Из первого буклета я узнал что-то, и планировал изобразить собственную Россию. Ну естественно переделанную и не пытаясь никого оскорбить. Короче, в фэнтезийном варианте. Дух по имени Отглас. Подобные Валканики активно участвуют в жизни Северного Королевства, только если Валканика влиял основно на внешнюю политику, то Отглас помогал с внутренней. Основными жителями стали маги, которые были против вмешательства Валканики, ведь очевидно, что настанет мирное время, а их навыки не позволяли его жить без войны. Там они подобным монахам совершенствовались и изучали магию. Кто бы что ни говорил, но в Густека живут самые универсальные маги. Самая сильная магия в Густека это магия проклятий. Говорят, что некоторые проклятия настолько сильные, что даже Феликс Аргейл не в состоянии их вылечить. Я просто напомню, что он лучший лекарь на планете на данный момент, да и вообще в истории. Во главе страны стоит Святой Король, которого избирает сам Отглас, то есть Дух, а все жители являются как бы верующими. Самая вера в Духов появилась из-за того, что там их очень много. Густека это страна снега и льда. Вырастить пропитание сложно, и их рацион оставляет желать лучшего. Поневоле им приходится сотрудничать с лугунникой, чтобы получать провизию. В итоге магов часто нанимают для миссии расчистки, особенно в военное время. Пора бы перейти к хронологии нуля. Я попытаюсь высоздать хронологическую ленту, где года будут идти вспять. Прямиком до событий аниме. Тысячный год до появления Субару. Я буду говорить как до нашей эры, но это считается появление Субару. Это основание Волакии, и ее полное доминирование на континенте, потому что не было других городов. 820 год до нашей эры. Маги, эльфы, старейшины и слабо в физическом плане сбегают из Волакии в лес Элиор. 770 год до нашей эры. Заключение пакта между Фарселем Лугуникой и Драконом Волканикой. Создание Королевства Лугуники. 750 год до нашей эры. Он вот вспомогает основать город-государство Густека, как раз таки сбежавшим людям из Лугуники. 600 год до нашей эры. Отправка экспедиции из Лугуники на запад. Создание Кьё. Это первый город Карараги. 500 год до нашей эры. Появление Ведьм Грехов. Очень интересный момент, потому что непонятно, с чего они вдруг появились. Но одно ясно точно. Появились они в Лугунике. Возможно, прямо в лесу Элиор. 450 год. Создание Культа Ведьмы. Кто его создал, вопрос до сих пор уходят. Но лично я уверен в том, что это была Пандора. Потому что, сравнивая с остальными ведьмами, у неё одной может быть хоть какая-то причина на это. Чтобы повеселиться, развеяться, я даже не знаю. 425 год. Создание Великого Кролика, Белого Кита, Чёрного Змея и огромного количества других демонов. С инстинктами, но без разума. 400 год до нашей эры. Гектор нападает на святилище, где были Розваль, Пак, Беатрис, Ехидна и Льюис Мейер. Хидна устраивает барьер извне. Гектор отступил, а потом пропал без вести. Параллельно произошло поглощение генов, видим с Отеллой и её буйство. Из-за чего оригинальная Ехидна, Минерва, Сахме, Дафна и Тифон вместе с Кормилой погибают, пытаясь остановить зависть. Только Пандора и Гектор выжили, но про Гектор ничего не известно. И вообще они выжили, так как никогда не взаимодействовали сообще вместе с остальными ведьмами. В то же время, копия души Ехидны собирает гены павших в бою с Отеллой ведьм, после чего запечатывается драконом-волканикой. Вероятно, по своей же просьбе. Именно в святилище для поддержания барьера и сохранения сущностей ведьм и некоторых полулюдей. Примечания. На тот момент ведьмы не считались злом. Исключением были Пандора, которая основала культ и распространяла писания Ехидны. Также ещё была Сотелла, но это прям вот в этом году всё происходило. Её все считали всемирным злом и угрозой для его существования. В этом же году Рейд Астрия, Флюгель и Шаула вместе пытаются победить зависть. Вместе с Валканикой они приняли решение запечатать Сотеллу, так как никто не мог её остановить. Валканика возвёл башню Плеяды, где Флюгель запечатал зависть. В этой башне находится тело Сотеллы, дух Валканики и мнимое присутствие Флюгеля. Шаула же стала охранницей башни. По своей структуре она напоминает святилище Ехидны, где нужно проходить испытания. Рейду Астрия пришлось остаться в Лугунике, чтобы Валакия не развязала войну. Именно с этого момента начинается род Астрия. Защитников Лугуники на данный момент они тоже живы. С 400-го года по 100-й год до нашей эры происходил поиск архиепископов скорее всего от лица Пандоры. Потому что у меня ощущение, что им всем промыли мозги, чтобы они стали культистами. А сделать это могла в основном только Пандора. 100-й год до нашей эры. Нападение Пандоры, Чёрного Змея и Регулса корнился на лес Элиор. Порабощение Петтельгейза и Замороз колеса Эмилии. 60-й год до нашей эры. Принцесса Эмирада Лугуника умирает от чумы или проклятия, точно неизвестно. Заразив и подкосив большую часть рода Лугуники. 50-й год до нашей эры. Десятилетняя война между обычными людьми и полулюдьми. Которые позже дают название Война Полулюдей. Из-за действий Ведьмы Зависти, общественное мнение пренебрежительно относилось к полуэльфам и остальным полукровкам, считая их еретиками. Распространяя предрассудки на всех остальных полулюдей, ходят стухи, что это движение начали в густэк. Однажды между полулюдьми и обычными людьми произошел конфликт. На мирной конференции, собравшись положить конец конфликт посланцы из замка, были убиты. И обе стороны обвинили друг друга в содеянном. Конфликт в конечном счете разросся и распространился по всей Лугунике. И длился до тех пор, пока полулюди не признали, что продолжение борьбы бессмысленно для обеих сторон. Тем не менее, они не признали себя зачинщиками и ответственными за то убийство. Считается, что решение о прекращении военных действий было вызвано действиями одного из рода Астрея. Ущерб от войны остался в сердцах у многих людей. До сих пор многие предвзято относятся к полукровкам, хотя не всегда говорят об этом слух. В 40-е годы нашей эры Безумный Дракон был призван Страйдом Валакии на йоге Лугуники и рядом с Валакийской границей в городе Пиктат. В то время Страйд уже был архиепископом Грехогордости. Множество бойцов было отправлено на истребление драконов, в том числе там был Вельгерем. Армия Лугуники понесла значительные потери, однако Вальгерна все же удалось победить с помощью другого дракона – Валканики, которому пришлось вмешаться впервые за столько веков. Чтобы скрыть тот факт, что драконом управлял человек, Вальгерна окрестили Буйным или же Безумным Драконом. Также перед своей смертью Вальгерн успел съесть Страйда и его жену. Восемнадцатые годы нашей эры, в это время иссякайнулся Альдебаран, и он стал гладиатором. В пятнадцатые годы нашей эры, Реголос Карнис нападает на Валакийскую крепость Каркл, чтобы убить Кургана, а затем с помощью Пандоры взять под его контроль. В четырнадцатый год до нашей эры, Терезия Ванострея и компания рыцарей отправляется на миссию по истреблению Белого Кита, недавно появившуюся в стране. Однако во время сражения силы Терезия неожиданно покидают ее и передаются Рейнхарду, как бы по наследству. Вследствие этого миссия заканчивается провалом. Терезия погибает и лишь нескольким рыцарям удается вернуться живыми. Подразумевается, что смерть Терезии виновата Пандора. Но это не точно. В тринадцатые годы нашей эры, дочь Форда Лугуника была похищена. Род Лугуники становится под вопрос. Десятый год до нашей эры, Круш спасает Феликса из-за точения и берет под свое крыло. Седьмой год до нашей эры, Пак размораживает Эмилию и начинает вести себя как отец и ее наставник. Через некоторое время он вступает в схватку с Мелакуэрой. Сражение заканчивается победой Пака. Параллельно с этим на деревью демонов, в которой жили Рэм и Рам, нападает культ ведьмы. Возможно, с ними был Альдебаран под промывкой мозгов от Пандоры. Один год до нашей эры. Форт Лугуника погибает. Род Лугуника заканчивается. Отныне страной правит Совет Мудрецов. Начались поиски кандидатов на престол. В это же время Разваль встретил Эмилию и Пака. Там он обнаружил, что Эмилия является кандидаткой на трон Лугуники. Также Вильгельм присоединился к лагере Круш, выяснив, что она кандидатка. Восемь месяцев назад генерал Валаки Балрой Теммигриф начинает готовить государственный переворот. В это время в страну прибывает Райнхарта Юлиуса Феликс в составе дипломатической миссии. В итоге троице приходится вмешаться и помешать Балрою. Изначально Юлиус был обвинен в его убийстве, но потом был оправдан, после того, как они изнашли и захватили настоящего убийцу. Шесть месяцев назад Лугуника подписывает договор о ненападении с Валакией. Это было сделано, чтобы выборы прошли гладко. Пять месяцев назад пресс-цилла Барриэль выбрала Алла в качестве своего рыцаря на турнире. Перед этим стало известно, что она кандидат на престол в Лугунике. И у Алла очень большие пробелы в памяти. Он не помнит почти ничего, что было эти 18 лет, когда он тут есть. Три месяца назад Юлиус Юклиус обнаружил, что Анастасия Хосин является кандидаткой на трон Лугунике и стал ее рыцарем. Нулевой год, или же время, когда иссякайнулся Субару. Итак, пока что дальше нет смысла продолжать вести хронологию. И теперь идти большие спойеры для тех, кто не смотрел аниме. Теперь вы примерно знаете о событиях и сранах в нуле, и вам будет проще ориентироваться, например, при чтении Ренобейли веб-новеллы. Пак является одним из главных героев нулевого аниме, и с самого начала предстает перед нами как дух, который заключил контракт с Эмилией. Хоть и мелкие детали контракта нам неизвестны, у меня сложилось впечатление, будто Пак не зависит от Эмилии от слова совсем. И ведь... так и есть. Грубо говоря, это милое создание сможет заключать и разрывать контракт с Эмилией даже без ее согласия. На самом деле, я уверен, что он использует контракт как формальность, однако он ему по факту даже и не нужен. Например, в отличие от Беатрис, Пак способен восстанавливать свою ману самостоятельно. В свою очередь, Бьякуа приходится постоянно понемножку забирать ману у пользователей, которых она есть. На восстановление нужно время, поэтому одним из условий договора с Лией было то, что он может появляться с 9 утра до 5 вечера, а в остальное время он тупо спит. Если вдруг появляется необходимость выйти в промежуток накопления сил, он просто использует ману Эмилии. С точки зрения логики, контракт не имеет никакой ценности для Пака, ведь он сам тратит свои силы, а если мана накапливается слишком долго, он будет вынужден ее куда-то израсходовать. Раньше он тратил ее во время сражений с развалем, но в последнее время он устраивал зиму в Лугунике, это есть в Овах, которые являются фильмами. В очередное доказательство то, что контракт является всего лишь формальность, я воздвигаю то, что войдя в святилище, он мгновенно расторгнул контракт, даже без участия Эмилии. Причина на самом деле не самая простая, но я уверен, это связано с Ехидной, из-за того, что их отношения стали сложными, после того, как она в один день была заточена в святилище. Дело в том, что Пак, подобно Беатрис, 400 лет назад был создан Ехидне. Причина, почему Эмилия называет Пака папочкой, ну это наверное было в контракте, все-таки когда он появился, он сразу такой, не знаю, засмущался, взял какую-то ответственность и сказал то, что типа я твой батя, зови меня папочкой. В итоге, после того, как Ехидну заточили в святилище, Пак расторгнул с ней контракт и слонялся по миру в поиске чего-нибудь интересного. А в то время, когда контракт был еще действителен, он видел самого первого разваля, который был просто без ума от Ехидны. И Беатрис, которая любила Пака за их схожести и за его милый внешний вид, поэтому считает то, что их воссоединение было лишь вопросом времени. Если честно, я точно не знаю, что произошло между Ехидной и Паком. Ведь Пак, осознавая то, что они едут к Ехидне, расторгнул контракт с Эмилей и не выходил, даже не ответил, почему вдруг так произошло. А Ехидна, когда услышала имя Пака в святилище, сначала даже удивилась, почему Субару вдруг говорит о Паке. Вообще, у меня есть теория то, что он подумал, как будто Ехидна стала не в состоянии поддерживать контракт, который сама и подписала, в связи с чем он и расторгнул его. У Ехидны и Пака есть довольно необычная общая черта. Неважно, что происходит, они делают как хотят, так словно его или её это вообще не колышет. Пак был таким до встречи с Эмилией. Это было в локации Лес Элиор, где эльфы храняли печать. В один день за печатью пришли Пандора, Реглус Корнеас и Чёрный Змей. Ну, с Реглусом мы уже знакомы, Пандора это ведьма тщеславия, а Чёрный Змей это зверодемон, подобный белому киту и великому кролику. Это всё было примерно за сто лет до основной истории. Эмилии всего 14, но она уже видела, как кто-то убивает её близких и друзей. В итоге, не контролируя свою ману в таком юном возрасте, она заморозила всех, кто оставался в живых, даже не осознавая этого. Сама она исключением не стала и тоже была заморожена. От такого поворота даже Реглус офигел. А главной причиной, почему возник такой всплеск эмоций, было то, что Петельгейзе из-за силы Пандора напало убил Фортуну, а после чего сошёл с ума. Стоит подметить, что Петельгейзе и Фортуна были Эмилией как папа и мама. И знаете, мне бы было интересно, как бы отреагировала Эмилия, если бы она увидела Петельгейзе вживую. Ведь по слишком удобным стечением обстоятельств получилось так, что они даже не пересеклись в итоге. Между прочим, именно эти события и были в первом испытании Лии, где что-то пошло не так и вдруг все, кого она заморозила, обвиняли её в том, что именно она их убила. Но это если мне не изменяет память. После этого события прошло 93 года. Пах по чистой случайности оказался в этом лесу, где и встретил Лию, после чего он её и разморозил. Причина разморозки оказалась примерно такой же, как и у Субару помогать Эмилие в начале аниме. Просто потому что она милашка. Хорошая причина, а главное разумная. Они ещё некоторое время были в лесу. Это, если что, события из второй Овы, которые были фильмом. Позже они пересеклись с развалем, который предложил Эмилии стать участником в борьбе за трон Лугуники. Он обнадёжил её в том, что она сможет получить кровь в Валканике. Это дракон, который является божеством этого королевства за свои действия в прошлом. По идее, эта кровь, подобно пламени, способна вернуть всех жителей в норму. Но как Пак смог тогда пробудить Эмилию? А вот тут уже поинтереснее. Чтобы соответствовать Лии, он использует в основном способность воды. То есть льда. Но, как вы знаете, лёд не способен растопить лёд. И тут вылезает кое-что интересное. Помимо льда, он может использовать огонь. Причём на том же уровне мощности, но всегда оставляет его как свой козырь. Ведь во время высасывания и высвобождения магии, он замораживает окружение. Поэтому предпочитает использовать магию льда. Также в начале аниме он показывал, что владеет магией тьмы. Однако Бетти владеет ей лучше, а Субару слабее. Но имеет те же способности. Я, если что, прошамак. В обычном состоянии пак по силе примерно равен развалю. Однако у него ещё есть и истинная форма. В неё он превращается только при необходимости. И в ней способен находиться недолго. Из-за нехватки маны. Однако он также способен высасывать ману из окружения. Когда в существе не хватает маны, оно замёрзнет. В этой форме он размером в особняк. И становится равным по силе всем трём зверодемонам вместе взятым. И даже чуть-чуть сильнее, так как он быстро высасывает ману. Из-за чего способности до него тупо не могут долететь. Но это не распространяется, например, на божественные защиты. Поэтому он всё ещё объективно слабее, например, Райнхарда. Помимо воды и тени, пак может использовать другие элементы. Однако так не поступает и, подобно Беатрис, способен развивать проклятие. Возможно, он искал существо подобное Эмилии, чтобы у него были хоть какие-то ограничения и стимул. Ведь он мог делать всё, что захочет. Да и целей в этих скитаниях особо не было. А одним из условий контракта и вовсе было то, что при смерти Лия он уничтожит весь мир. И знаете, чисто технически это возможно. Именно поэтому он и носит прозвище Зверь Конца. История Эльзы была не самой приятной. Она родилась в Густэка. Для тех, кто не знает, это холодная и суровая страна на севере. И вообще, она росла сиротой и была довольно красивой девочкой. Правда, из-за уставов Густэка, где для сирот вообще не выделялось никаких льгот, ей приходилось воровать и тем самым пытаться выжить. Густэка, я уже говорил, холодная страна, где в одиночку выжить практически невозможно. Это и так очень сильно подрывало её, так сверху ещё и ненависть окружающих к сиротам. Это у них такая особенность. В итоге, ей пришлось буквально забить на все принципы морали и стать вором. Воровать нужно было всё, что она видела, так как другой возможности просто не предоставится. И в один день, украв хлеб у одного каменщика, продавца, она спалилась. Казалось бы, и что? Но продавец этот возомнил себя главным героем Эйти и начал к ней лезть. К сожалению, парень оказался профан, никаких конфеток и сладостей так и не предложил. На деле просто полез в лобовую, по дороге стягивая штанды. Короче говоря, этот слон снес окно, разбив его в дребезги. Эйзочка же случайно нашла осколочек и проткнула им в горло безымянного дурака. Ну и короче, на протяжении всей жизни любовалась внутренностями многих существ. В итоге она стала известной убийцей, работающей в гильдии убийц. Капец как логично. Если у неё нормальное увлечение, да, есть. Она любит вышивать куклы тех, кто, получается, у неё на заказе, или кого она хочет уничтожить. Ну а потом рвать их. Счёт она, кстати, очень хорошо. Это же нормальное увлечение, верно? Её рост метр шестьдесят восемь, и ей двадцать три года. Она владеет самым сильным проклятием в этом аниме, но думает, что это благословение. Короче, у вас, наверное, вопрос появился ещё в первом сезоне. В плане, если Рейнхард такой сильный, так она пережила его прокаст. Ну короче, это проклятие является как внутренним демоном, дающим тебе сил взамен на что-то. Подобное есть во многих тайтлах, но я приведу пример из Магической Битвы, где Двулики давал силу Юди Тодоре, но взамен забирал его тело, точнее контроль. Данное проклятие, в скобочках благословение, называется проклятая кукла. Она даёт сильную регенерацию тела, забирая за плату часть рассудка человека. Так как рассудка у нашего персонажа изначально не было, ну как он был, технически она думала, но адекватности было никакой. И рассудок как раз берёт за адекватность в данном случае. У неё нету никакой платы за рейдж-мод, если можно так сказать, и она становится грёбаной машиной для убийств. Регенерация позволяет ей восстанавливаться даже от рассечения пополам. Тут на самом деле не важно, какие органы ей заденут. Если даже и уничтожит её полностью, пока у неё есть доля разума, жить она будет. А что это вообще за проклятие такое? Конечно, можно предположить, что это вид такой семейной способности, но мне кажется, в детстве на неё наложил какой-то дурачок из густэка. Мне кажется, это более логичнее. Которого нам раскроют, скорее всего, в восьмой арке или девятой. А может быть, и не раскроют вовсе. Но я уверен, мы к этому ещё вернёмся когда-нибудь, это должны показать. Поживём, увидим. Подведём итог. Способность даёт Эльзе выживаемость, а взамен забирает контроль над разумом. Но так как эта бабёха изначально обезбашенная, негативного эффекта на ней по факту не остаётся. Вот уж удача, впервые вижу плюс того, чтобы быть причиной создания дурки в иссякальном мире. Кстати, внешне, все её проклятие напоминают вампиров. Это заметила ещё Гарфиэль. Но как и, собственно, победить-то? Помимо способности, у неё почти полный жизненный опыт в битвах и дофигища клинков. Ну, это плюс, наверное. Не знаю, количество оружия считается за плюсом или как? А вот на самом деле победить её могут действительно многие. Начиная со всех, кто более-менее владеет магией огня. Если её заморозить или заставить сгореть заживо, то фиг она восстановится, хотел бы я так сказать. Вообще, я мог бы ещё раз сказать про её кинжал или кукри, но, во-первых, мне лень, да и, во-вторых, вам это может быть даже неинтересно, на них особого акцента даже в первоисточнике не брали. А вот плащ, плащ помогает ей остановить одну магическую направленную атаку. Жаль, что он ей так и не пригодился ни разу, ведь назло ей она так и не пересеклась по факту ни с кем, кто использовал бы эту направленную атаку. В мире нуля хорошо развита практика фамильных способностей, которые передаются из поколения в поколение. Например, Феликсу от отца перешли способности начального исцеления и фамильный навык воскрешения из мёртвых. А каждому следующему поколению разваля после смерти предшественника передаёт с его память навыки и разум. Поговорим о рыцаре Львиное сердце, адаптированном на японском как Рейнхард, наследство которого невозможно оценить. Для начала давайте разберёмся в роду Ванэстрея. Практически все участники этого рода имели развитую мускулатуру, алые волосы и голубые глаза. Итак, самый первый из известных предков Рейнхарда был Рейда Стрея. Был по идее первым с этим меча, но по какой-то причине не имел его защиты. По факту, мёртвым он запомнился Субару как простой мечник-пошляк, утверждая, что если бы жил, то не против был бы поменяться с Нацуки Субару местами. Так уж ему понравилась Эмилия. Открыто заявлял, что не проще с ней даже переспать. Следующий не менее важный родственник это троюродный дед, Фиброл Ванэстрея. Он был следующим наследником способности святого меча, в этот раз уже владея божественной защитой святого меча. Увы, практически сразу, как он передал способности наследнице, ушёл на войну, где и погиб. F в комменты, пожалуйста. Про прадедушку и прабабушку рассказать нечего, их можно было бы назвать самыми нормальными родственниками этого семейства, а вот про их дочь есть о чём поговорить. Но я постараюсь не упоминать её. Дело в том, что у неё есть отдельная история, которая должна раскрыть Вильгима Ванастрея, и скорее всего, рано или поздно будет адаптирована в отдельном фильме, подобном у Эмилии и Паке. В итоге, если о ней говорить, то придётся опять много писать текста, а мне лень. Скажу сразу, что её зовут Терезия, и она просто передала способность святого меча Рейнхарду. И вот с этого момента начинается самое интересное. Рейнхарду повезло родиться в поместье Ванастрея, где он был обеспечен с самого рождения. Единственное, что ему не хватало, это родителей, ведь мама отправилась в вечный сон, а отец так и не смог принять этого, из-за чего забил на своего сына. В итоге, малыш Львиное Сердце большую часть детства бил крапиву, из-за чего уже в пять лет мог неплохо управлять мечом. В этом же году, неожиданно для него, и для всех вообще в целом, ему передали святой меч. И вот понимаете, за исключением рейда, каждому, кому передавался титул святого меча, получал божественную защиту. У всех предков Рейнхарда божественные защиты давали с рождения, и сверху наследствовалась еще одна божественная защита меча. И если у предшественников были пределы, то у Рейнхарда их нет. Взамен на сломанные врата и дееспособность контактировать с духами, он получил другую, уникальную способность, которая так и называется божественная защита. Давайте перед тем, как будем разбирать все то, что он получает от этого навыка, вообще поговорим о его обычных способностях. Ну, во-первых, владея таким мечом, плохо не уметь фехтовать. Из-за этого у него очень хорошо развито фехтование. Он является вторым по силе мечником в Розеро. Ну как, здесь имеется в виду не по силе, то есть, если сравнивать грубую силу меча и меча, то он является вторым. Без способностей он уступает только Вильгельму. Ван Астрея, кстати, да, его дедушка. Ну и меч у него не самый простой. Меч Рейда, магический там, драконический. Этот меч обладает разумом, крайне высокомерен и не будет сражаться против недостойного противника. Среди его способностей могу рассказать про ударную волну. Это если он накопит достаточно маны из окружающей среды, которую он чаще всего берет от духов. Используется клинок, после чего, как искусственные врата, выпускается через него весь поток чистой маны в виде мощной ударной волны. Ну, можно сказать, некий сплэш. С магией все посложнее, ибо, хоть и в Розеро есть 6 элементов, 4 классических, а 2 это Свет и Тьма, которые там являются дебафами других, в отличие от обычных людей, у Рейнхарда, кстати, они действуют наоборот. Он не выпускает ману, а всасывает в себя из окружения, то есть из духов. И тело Рейнхарда может вместить абсурдное количество маны, от которой обычный человек бы просто лопнул, как мыльный пузырь. И так как эта мана высасывается из окружения, чисто технически он может высасать из человека, будь то, я не знаю, Петельгейза, и, по идее, может из духов других людей высасывать, например, из того же Пака. Если вам кажется, что это фигня, то на самом деле я бы так не сказал, ибо это может даже зарешать, причем очень сильно. Это очень круто. Это нереально круто. Само владение таким навыком позволяет ему становиться чуть ли не сильнейшим в этой линейке. Но следующие характеристики делают его еще круче. Так как у него врата сломаны, и магию использовать он по факту не может. Он может разить ее лишь на сплэш, как я уже говорил ранее, или для усиления своего собственного тела, что делает его, соответственно, сильнее физически и в магическом плане тоже. Ну вот мы и подошли. Что такое божественная защита? Ну, в общем-то, это благословление, которое дается человеку чаще всего при рождении, и предоставляет ему определенный талант или силу в чем-либо. Например, среди вот таких вот пометок, ну, в качестве примера, допустим, дается божественная сила горшка, или глиняных инструментов, я не помню, как он там называется. Человек способен идеально создавать глиняные инструменты. И фишка в том, что они бывают совершенно разные, как бытовые, по типу, развлечения соли и сахара, так и усиляющие тело, дающие защиту, дающие неизвимость, дающие воскрешение. В целом их очень много. Райнхард владеет не просто божественной защитой, ему достался навык абсолютная божественная защита. Это по факту эволюция обычных божественных защит, где он может использовать абсолютно любую защиту, меняя ее по ситуации. И у него есть всего два ограничения. Первое это он должен знать название возможностей, ну, максимум там, скажем так, способ применения, что он вообще делает. Второе ограничение это Райнхард имеет предел в три одновременных божественных защит. Но у него нет кулдауна изменений, то есть он может ежесекундно менять одну защиту на другую. Например, на него нападает кто-то, он видит удар. Он делает защиту уклонения, и этот удар в него промахивается. В то же время он промахнулся, не успевает замахнуться второй раз, он делает там защиту усиления и бьет сильнее. Как я уже говорил, божественные защиты бывают разных типов. Начнем с божественных защит чтения ветра. Способность позволяет видеть и ощущать движение ветра. Также читать эмоции людей и определять, врет ли человек или говорит правду. И если она используется только круж, то Райнхард с помощью одной из своих защит способен ее скопировать. Таких примеров очень много, и перечислять все защиты, если честно, я считаю неуместным, и бы этот видеоролик бы занял некий час, чтобы разобрать чисто одну способность. Но мы поговорим как раз о тех, которыми он активно пользуется. Во-первых, это божественная защита Святого Меча, которая пришла ему с мечом. Но это единственная защита, которая передается вообще в лоре резервы, как я понял. И в целом она является, ну просто получается вот таким бафом к управлению мечом в физической силе. Следующая это божественная защита телепатии, которая позволяет говорить с другими людьми телепатически на совершенно рандомном расстоянии. Чтобы вы понимали, эта способность уже имбовая, потому что информация на любой войне является сильнейшим оружием. Божественная защита уклонения от стрел позволяет уклоняться от любого метательного оружия, которое было кинутого владельца. Также есть и божественная защита Первого Взгляда позволяет владельцу уклониться от атак, засад, внезапных нападений, которые он испытывает в первый раз. Но это еще не все. И есть божественная защита Наступления позволяет владельцу уклоняться от атак, засад и внезапных нападений, которые он испытывает дважды или более раз. Чтобы вы понимали, используя вот три последних способности, он только уязвим к магии, которая действует на зону То есть, в целом, метательное оружие, магия Эмилия не сможет его задеть, потому что он уклонится Единственное, что сможет его задеть, это какое-нибудь обморожение, которое применено на большом радиусе, которое не является точечным ударом или оружием Но понимаете, следующие способности это тоже контрят Божественная защита Феникса позволяет владельцу один раз вернуться к жизни сразу же после смерти Фишка в том, что он может эту способность сразу же после применения поставить себе заново То есть, без кулдауна Бесконечное воскрешение Не ограниченное ничем Мне кажется, это чуть-чуть сильным И всю эту красоту дополняет божественная защита суда Позволяет владельцу узнавать о божественных защитах своего противника Это самая крутая его способность на самом деле Ибо она имеет бесконечный потенциал Он может просто прогуляться по городу И выйдя из него достать записную книжку И сделать себе пометки на все способности, которые он там увидел Думаю, дальнейшее комментирование его способностей бесполезно Они имеют безграничный потенциал, безграничную силу И, соответственно, ничего взамен не требуют И ясный шанс одолеть его Это будет отравить в тот момент, когда он не использует ни одну из этих способностей Из-за чего он считается одним из самых сильнейших и неубиваемых персонажей в Розеро Да что там Розеро Я не знаю никого, кто бы мог его достать с такими навыками Потому что у них нет предела Никаких числовых данных Никаких условий Они просто без предела Можете писать свои теории по поводу того, кто бы смог одолеть Рейнхарда Но, как утверждает автор Рейнхард по своему велению смог бы уничтожить эту вселенную Однако, у него нету на это особых целей Единственный, кто сможет с ним сражаться в этом мире Скорее всего, была бы Сателла Но Сателла бы, скорее всего, ему проиграла Да и вдобавок, сейчас она запечатана Что означает, что Правильно Рейнхард сильнейший во вселенной Розеро Это все касательно моих видео по первой арке Розеро Если что, следующие части я выложу относительно быстро Расписание выхода видеороликов Есть в Дискорде и Телеграме Особенно я подправил в данном видео Хронологию мира Добавив уже официальную карту Розеро Их, само собой, обведя события Я думаю, получилось удобно И гораздо нагляднее Остальные видео меня в целом устраивали Сейчас, кстати, на карте быстренько покажу Где будут события остальных арок Чтобы к этому не возвращаться Первая арка это столица Лугуники Вторая это особняк Развалия и его окрестности Третья совмещает вышеперечисленные локации В одну как бы большую Четвертая арка это Светилище Пятая арка это Пристелла Шестая арка Башни Плеяд И седьмая окрестности Рубганы В Валаке Особую благодарность я выражаю спонсорам Ну а мы скоро услышимся Не прощаюсь Не забывай ставить лайки Подписываться И оставлять свои комментарии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому